В этом ролике. Какой город России лучше Москвы в благоустройстве? Почему в Амстердаме убирают велодорожки? Как электробусы убили городской транспорт? Чем важна барная культура? Какая нация лучше всех строит трамвай? И зачем? И как победить жилищный кризис без стройки человеков в поле? В общем, сегодня мы будем изучать лучшие города мира. Вначале будет тема, почему я считаю ее важной, и затем уже переходить к лучшим из лучших. Напомню, меня зовут Аркадий Гершман, и больше 10 лет. Я занимаюсь проблемами городов и их решениями. А заодно рассказываю, как сделать у себя дома город для людей. А сейчас жмем лайк ролику авансом и отправляемся смотреть лучших из лучших. Про Россию поговорим чуть дальше. А пока давайте пойдем от дальнего к близкому. В конце концов, что я был бы за урбанист такой, если бы не начал ролик с Индерландов? И нет, я не буду повторять многие простые истины, типа «Смотрите, у них тут везде велодорожки». Во-первых, не везде, а во-вторых, они их сейчас как раз убирают. У меня был вообще довольно большой детальный разбор их инфраструктуры. Ссылку на тот ролик оставлю в подсказках. Но что мне кажется важно проговорить сегодня, что здесь улицы не строят вокруг машин. Хотя уровень автомобилизации почти в два раза выше, чем у нас. Проще говоря, в каждой семье есть машина, а то и две. И да, им тоже очень не повезло с климатом. Просто вместо мороза и солнца тут полгода серости, шквальный ветер и дождь по 10 раз в день. Но они осознали, что если все транспортные вопросы сводить к пропускной способности улиц в машинах, то получатся сплошные пробки и ужасные города. Поэтому жители добились, чтобы местные чиновники и инженеры взяли за основу приоритет пешеходов с велосипедистом. Затем выстраивали инфраструктуру для общественного транспорта, и уже после этого делали полосы для машин и парковки. Если останется место, конечно же. Звучит радикально, хотя тут все просто развернули на 180 градусов. Если у нас сначала рисуют полосы для автомобилей, затем по остаточному принципу ищут место для всего остального, а тротуар вообще рассматривают как зону для расстановки знаков и заборов, то тут сначала находят место для тротуаров, озеленения, безопасных переходов и трамвая, а затем уже как-то пытаются вписать полосы и парковки. То есть, когда в головах пропадает сегрегация людей на успешных владельцев своих ласточек и всех остальных, то как раз получается город для людей. Последний же писк моды голландских инженеров – это снижение скоростного режима до 30 км в час и создание велоулиц. С такими улицами отдельные велодороги по бокам от машин им не нужны, ведь людей не ограждают от источника опасности, а побеждают самопричину опасности. То есть делать жук-жук можно на трассе, в дне города или на гоночном треке, а на улице – ведь спокойно и не мешая остальным. Так тут смогли без вреда для велосипедистов убрать велодорожки и найти место для расширения и зеленения тротуара. И да, минутка разрушителей мифов, или плохие вещи для диванных экспертов, которые смотрят на население Амстердама в Википедии и кричат, что это деревня, и поэтому с Петербургом или Москвой сравнивать это вообще нельзя. Во-первых, население считают по агломерации. И целичная агломерация Амстердама составляет почти 8,5 миллионов людей. Поэтому и поездки до работы или университета тут могут быть в разы длиннее, чем в Москве. Именно из-за агломерационного эффекта. Во-вторых, размер улицы, тем более скоростной режим, определяется не размером города, а типологией улиц. Номинально на одной улице вообще может быть разброс от 30 км в час в центре до 80 в пригороде. И вообще, вот у такой небольшой магистральной улицы за счет трамвая провозная способность может быть даже выше, чем у московского садового кольца. Хотя улицы меньше. Короче, тут много неочевидного для бытовой логики, но запомните главное, так можно и нужно делать и у нас. В общем, дорожный дизайн и планирование в Нидерландах прямо супер. Но секрет не в каком-то мега тайном госте, который прячут от наших гаишников-чиновников. Это результат здорового процесса проектирования. Такие решения получаются потому, что чиновники и специалисты плотно работают именно с жителями и бизнесом. Об этом у меня недавно выходил пост в моем телеграм-канале «Город для людей». И позволю повторить себе ключевые моменты. Работа над улицей в среднем начинается за 4-5 лет до выхода строителей. Первые годы уходят на сбор информации, увлечение жителей и предпринимателей с этой улицы. А дальше в совместной работе, обсуждениях и компромиссах появляются техзадания на проектирование. Звучит просто, но это на самом деле отдельная сложная работа. Ведь за одним столом может оказаться гаишник, молодые родители, велосипедист, ярый поклонник своей ласточки, пенсионеры и даже квадроберы. И у каждого будет свой взгляд на город и запрос к специалистам. И ценность такой работы именно в том, что эти люди видят друг друга, видят другое мнение и находят общее решение. Именно поэтому на тех же вело улицах, то есть это улицы с движением машин и даже парковками, но при этом их дизайн безопасен для всех, даже для детей. Если бы этого процесса не было и всех заставляли бы сдавать проекты ко дню рождения мэра или к Новому году, то улицы Амстердама были бы не лучше Челябинских дедошоссе. В общем, за дизайном улиц ехать к Нидерланды. Даже если вам очень не нравятся велосипедисты, все равно есть чему у них поучиться. Более того, я не так давно и даже читал, что их опыт переняли в Вене. В конце концов, чем бы хуже. И да, вспомним опять же Петра Первого, что зря он что ли ездил учиться у голландцев и строил тот же Петербург по образу Амстердама. Еще у нидерландцев можно подсмотреть, как строить новые районы. Хотя на самом деле у Швейцарии, Австрии и Германии тут тоже можно многому научиться. И в ролике про мега район Гамбурга я даже вам рассказывал, как туда массово катали наших застройщиков. Хотя, смотря как у них и как у нас, становится понятно, что, кажется, уроки выучены не были. Обывателю же смотреть на это может быть вообще очень больно, особенно на контрасте с новыми районами Петербурга или Москвы. Но кому сейчас слегка, да? И, наверное, сразу же надо напомнить одну элементарную вещь. Этажность не зависит от размера города. Нет правил, что в мегаполисе нельзя строить ниже 20 этажей. Ведь можно на огромном участке построить свечку с одной квартиры на этаж и иметь плотность, как в селе. А можно из двухэтажных танхаусов нагнать сверхвысокую городскую плотность. Знаю, звучит сложно. Поэтому вот простые картинки разных подходов работы с одним земельным участком. И если раньше мне приходилось показывать работу с участками и плотностью картинками на английском языке, то теперь даже в методичках от Минстроя, России можно увидеть эти же примеры с учетом наших реалий. И надо признать, что некоторые застройщики уже применяют эти принципы в своих проектах. Например, в Левел Лесной продуманное благоустройство, зеленое окружение и адекватная этажность. Проект находится в 25 минутах пешком или в 10 минутах на самокате от станции московского метро Пятницкое шоссе. Строительством же занимается Левел Групп. Топовый и надежный застройщик. Тут есть квартиры с собственной террасой и видами на лес. И вот прямо мое любимое, в Левел Лесной есть квартиры с окнами в ванной. Как же я это люблю. Для занятий спортом и отдыха всей семьей здесь предусмотрены дворы без машин, с современными детскими площадками и спортивными зонами. А еще в проекте есть данные корпуса с готовой инфраструктурой на первых этажах. Не нужно будет ради кофе или средств от простуды далеко идти. Ведь до нужных магазинов и сервисов буквально несколько шагов. Тут же на территории проекта есть детские сады и школы. Даже свой лицепарк, где можно спрятаться от суеты или просто бегать по утрам. Плюс в обозревом будущем обещают обустроить набережную реки Синички, где планируют сделать песчаные пляжи, пешеходный променад и игровые площадки для детей. Посмотреть планировки, цены, динамику строительства и на инфраструктуру района можно по ссылке в описании. Торопитесь, сейчас в Левел Лесной как раз скидка 10% на квартиры. А сейчас возвращаемся к опыту Нидерландов и Австрии. Но главное, что в этих бастеранах я бы смотрел не только на этажность, фасады или там благоустройство. Это все приятно, но это все оберка. А важно смотреть на суть. Ведь еще каких-то полвека назад устроили примерно так же, как и у нас. Но ушли от этого из-за социальных проблем. Напомню про амстердамское гетто и как тут сносили панельки, я даже снимал отдельный ролик. Местным очень не понравился такой вот город будущего. Особенно когда компаниям и людям пришлось за бесценок продавать свое имущество. Но урок выучили и начали делать страховку от таких потрясений. То есть не строить дома общежития с кучей квартир на подъезд, чтобы жители хотя бы могли собраться и решить свои коммунальные вопросы. Кто жил в пятиэтажных хрущевках и затем переехал в новостройки с 15 квартирами на этаж, наверняка понимают, в чем здесь разница. Плюс в Нидерландах стали закладывать социальные, они же городские, квартиры в каждый проект. Даже если мы говорим о проекте премиум класса. С одной стороны, когда вы не концентрируете потенциально проблемных людей в одном месте, а равномерно распределяете их по всему городу, то вероятность превращения дома и района в неблагополучные стремится к нулю. Кроме того, городское жилье можно использовать для привлечения, например, врачей или водителей трамваев в сам город, делая для них очень приятные цены. Или вообще такие квартиры можно сдавать обычным людям без наценок, за счет чего получается здоровая конкуренция с квартирами от частных лиц и жилищных корпораций. И цены на жилье в итоге не улетают в космос. Да, жители Амстердама таких слов наверняка пустили слезу, или тем более перлинцы, где городские квартиры массово приватизировали и случился жилищный криз. Но в той же Вене именно за счет городского жилого фонда и высокой плотности застройки квартиры остаются доступными для старых и новых жителей. А сам город стабильно входит в топ лучших городов мира. Если что, это сейчас вот все было про арендное жилье. Напомню, в развитых странах это нормальная история. Большая часть людей действительно снимает жилье, потому что съемщик защищен и его не выкинут на улицу при соблюдении условий договора. Собственно, поэтому те же жилищные корпорации не только продают квартиры в новых домах, но и охотно занимаются их же сдачей. Но понятно, что аренда нравится далеко не всем. Поэтому человечество придумало, во-первых, ипотеку, и это, мне кажется, более чем понятная история. А во-вторых, и вот о чем многие позабыли, что бывает еще формат кооперативов. Это когда люди, которым нужно жилье, объединяются, скидываются накоплениями или кредитами, берут участок, нанимают сами архитекторов и затем строителей. И в итоге получается создать дом под себя, и процентов эдак на 20-30 дешевле, чем у застройщиков. Да, оказывается, так можно застраивать город. И более того, еще в 1920-х годах у нас были такие вот кооперативы. Но сейчас большинство людей об этом наверняка даже и не слышало, а из-за общего взаимного недоверия представить такое сегодня довольно сложно. Собственно, государство и застройщики – это главные милициары такого недоверия между жителями. Следующая точка на карте касается зеленения. Ну или зеленой инфраструктуры города. Называйте, как хотите, кому как больше нравится. И речь здесь не просто про обустройство парков или скверов, а о том, как создавать зеленый город сразу за порогом дома. И почему это важно? Да вот просто посмотрите на фотографии Былостала из Петербурга. Еще 20-30 лет назад город был намного более зеленым даже в центре. Но отсталая политика ставленников в Смольном и общий пофигизм превратили город в бетонно-асфальтовый мешок. А сегодня в соцсетях все удивляются, почему в Петербурге нечем дышать, то все топит, то просто хочется уйти в альтернативную реальность от общего тлена. Но благо этого проблема касалась не только российских городов, потому что многие города мира споткнулись на этом, но мало кто признал ошибку. Из хороших примеров Астана. Не так давно у меня был большой ролик про массовое зеленение города. Как делать разные уровни озеленения и почему нужно высаживать многолетние кустарники и травы. Вообще мне кажется, что ради столицы Казахстана несколько питомников всего мира оставили вообще без каких-либо запасов. Так много деревьев там заказали. Но в основном все-таки в начале путей. Мне же хочется показать тех, на кого они ориентировались и поговорить больше про средовое зеленение. И как мне кажется, номер один здесь во всем мире это города Германии типа Берлина или Фрайбруга. Ну и на самом деле многих других. Там жители и чиновники находят место для озеленения даже на трамвайных путях. Могут озеленять островки безопасности и все это делают из местных трав и кустов. То есть один раз посадил и оно растет десятилетиями. Только поливай да иногда подстригай. Просто посмотрите на эти фотографии и представьте, что любая улица российского города может быть точно такой же. Точнее даже так. Наши улицы могут быть намного более зелеными, потому что они физически шире. И там можно высаживать целые аллеи и сады. Тут правда надо пояснить, что в отличие от парков, именно озеленение улиц напрямую влияет на качество жизни всех людей. Ведь в парк многие ходят раз в месяц или на выходных только. А по улице каждый день и по много раз. И если вот заняться именно улицами, то воздух и на улице, и у вас дома, и в легких станет более чистым. И надеюсь не надо расписывать, почему это важно. Тут наверное еще стоит сделать ремарку, что французы тоже в этом деле молодцы. И у них подобное можно увидеть во многих новых проектах. Но там во-первых климат мягче, а сами проекты дороже и сложнее. Поэтому мой топ это все же города Германии, где сложилась очень крутая, на мой взгляд, ландшафтная школа озеленения. Ну и раз уж вспомнил про французов, то надо бы вам рассказать и про французские трамваи. Хотя у меня на канале был отдельный ролик про трамвайный Ренессанс Парижа, где за очень короткий срок построили много новых линий, они прям вот топовые. Ну то есть вагоны разгоняются до 100 км в час, все безбарьерное и просто сделано красиво. Ездить на таких намного приятнее, чем в метро. Но главный нюанс в том, что такие новые системы работают не только в столице. Т-21 век трамваи открыли во многих крупных городах страны. Это в прямом смысле национальное транспортно-политическое инженерное достижение. И что самое главное, в Лионе, Бордо и других муниципалитетах системы не второсортные, а часто более интересные и даже дорогие, чем в столице. Смотрите-ка, оказывается, мы можем не делить людей на столичных первосортных и региональных второсортных. Учитесь этому у Франции. И вот, кстати, да, про трамвай Бордо, как его построили взамен метрополитена и как удалось убрать трамвайные провода под землю, про это и не только я рассказывал в отдельном ролике для спонсоров канала. Напомню, поддержать нашу команду можно картами любых банков. Ссылки на Patreon и Boosty, как обычно, есть внизу в описании под роликом. И именно за счет спонсоров мы можем готовить и выпускать ролики для всех каждую неделю, несмотря на блокировку Ютуба в России. Плюс спонсоры получают ранний доступ к видео, и у нас есть закрытый телеграм-чат. В общем, и делайте доброе дело, и получайте плюшки. Возвращаясь к трамваям в Франции, самое классное в этой истории – это широкий взгляд вообще на проблемы и город. То есть строят трамвай тут не просто кладут рельсы и пускают вагоны, а заодно гуманизируют среду вокруг, где в центре всего пешеход. Грубо говоря, вкладывая миллиарды в трамвай, равно как в автобус, микроэлектричку, тупо загонять пассажиров в катакомбы подземных переходов, не делать платформы или делать так, чтобы человек стоял по три минуты на красном эстафоре ради машины перед остановкой. Ведь люди не умеют телепортироваться из своего дома сразу в трамвай. Поэтому нужно сделать их путь до него комфортным, интересным и безопасным. И представляете, тут это как раз понимают. Поэтому при прокладке трамвая убирают лишние полосы, иногда вообще закрывают улицы для сквозного движения машин, и даже сносят эстакады. Вместо этого кладут пути, делают широкие тротуары, удобные переходы, озеленяют улицы и вообще наводят красоту. В общем, смотрят на задачи шире и получают тот самый город для людей. Что-то подобное, кстати, сделали в Москве при постройке линии на Сергея Радонежского. Бывшее шоссе стало намного гуманнее, появились даже наземные пешеходные переходы над подземными. Но при этом в Москве капитально забыли про озеленение и красивые опоры. Поэтому даже мега-богатые столицы России есть чему поучиться у нестоличного Бордо и других городов Франции. Теперь переходим к России. И раз уж была тема транспорта, давайте ее и продолжим. Поговорим про электробусы. Это нынче очень модная тема, но уж слишком часто получается ситуация, когда чиновники пытаются айфоном забивать гвозди. Правда, перед разбором идиотизма, давайте напомню базу. У постсоветских городов громадное преимущество перед Европой и Америкой, потому что у нас практически в каждом районе есть трамвайно-троллейбусная инфраструктура. И вот эти подстанции как раз нужны для того, чтобы в том числе заряжать электробусы. Но это не значит, что ради электробусов нужно грохать троллейбус или тем более трамвай. И вообще я уже раз в 10, наверное, рассказывал про Москву и как Собянин ради производителя электробусов грохнул троллейбус. И вот просто, простое правило, так делать не надо. Потому что электробус стоит дороже троллейбуса из-за батареек, станции зарядки тоже стоят как крыло от самолета, запасов хода не хватает для обслуживания длинных маршрутов, и техника вынуждена простаивать во время зарядки. В итоге на замену пяти троллейбусов из-за потери на зарядке нужно не менее шести новых электробусов и дополнительный водитель. Это все дорого. И вот да, на этом мне часто пишут, что вот-вот случится какой-то фундаментальный прорыв, и батареи станут дешевле. Работать будут почти вечно и не будут занимать столько места в технике. Вот только я об этом слышу уже лет 15, но чудо почему-то так и не происходит. Главная же тупость Москвы, что электротранспортом заменили электротранспорт. Хотя в реальности многие магистральные маршруты рогатых вообще пришлось перекинуть на дизельные автобусы. Если все это суммировать и взять среднюю температуру по больнице, то в Москве случилась образцовая реформа с отрицательным ростом. Потому что вывели кучу техники, троллейбусов, то есть сняли для компенсации автобусы со своих маршрутов, а замен ничего не дали. А нужное число электробусов и особенно гармошек и водителей не появилось вплоть по сей день. И это результат только первых лет. А ведь дальше будет еще проблема утилизации и закупки новых батареек каждые 5-10 лет. И это вот вообще отдельная головная боль за деньги москвичей. При этом цен никто не называет, но предположу, что сейчас замена батареек стоит в районе 20 миллионов за каждый электробус. Если вдруг вы знаете точные цифры или где-то их видели, напишите в комментариях. Мне и коллегам будет очень интересно узнать цены для нашей аналитики. Тут, наверное, стоит сделать ремарку и сказать, что я не противник электробусов как класса. Но это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. И самый умный вариант для нас всех – это развитие электробусов на базе троллейбусов. То есть часть маршрута техника едет под проводами и заряжается, а дальше уже на аккумулятор. Так получается экономить на новых подстанциях и контактной сети. Ну или даже снимать провода там в историческом центре или около каких-то памятников. При этом все это не приведет к ухудшению транспортного сервиса. И да, приятный бонус, что такая техника еще и дешевле электробусов зарядкой наконечных. Ну то есть, как вот в Москве закупили, вот такие троллейбусы и электробусы, они дешевле. При этом проблема замены батареек остается, но стоить это будет в разы меньше. То есть, насколько я знаю, сейчас это примерно 7 миллионов за каждый троллейбус-электробус. Ну и лучший из лучших, на мой взгляд, и не только в России, а во всем мире – это Петербург. Для таких маршрутов троллейбусов-электробусов запустили в новые районы, и они уверенно ездят уже довольно давно. Просто в Петербурге это сделали без лишнего пиара в духе «это электробус» вот этой надписи на каждой форточке. Просто сделали все вдумчиво и экономно, и получилось хорошо. Этому примеру последовало еще несколько городов, типа моего родного Красноярска. Но все же Петербург тут явный законодатель моды и наглядный пример, как нужно делать. Хотя можно вспомнить еще Прагу, где вообще ради троллейбусов-электробусов восстановили троллейбусную инфраструктуру в своем городе спустя полвека после ликвидации. Тоже умный прием, просто мы можем как бы учиться на их ошибке и не ломать то, что сегодня работает. Тогда и восстанавливать ничего не придется. Без лишней интриги. Нижний Новгород. Там за последние годы очень прокачали школу благоустройства. Тут, правда, стоит сделать важную реварку, что не в плане качества строительства. С этим в России везде больно. Не просто так заставка смешариков наглядно показывает благоустройство любого российского города перед приездом ревизора. Но в нижнем в первую очередь прокачали мозги и процесс работы с городом. Звучит непонятно, знаю, сейчас давайте объясню на этих самых пальчиках. Любое пространство у нас любят рассматривать через количественные показатели. Ну то есть, столько-то фонарей, квадратных метров асфальта или плитки и так далее. Эти цифры нужны для закупки новой плиточки, расчета работ, бюджета на уборку и так далее. Редкий крепкий хозяйственник смотрит дальше и шире на город. Поэтому мы так часто видим ремонты, где неудобную асфальтовую площадь реконструируют и жители получают неудобную плиточную площадь с гордым знаком «Я сердечко город» и подставьте название своего города. Ну а чё, работы выполнили, деньги освоили, только лучше почему-то не стало. Хотя, конечно, мой вот самый любимый пример успешного успеха, это как в одном городе решили поставить детские площадки во дворы. Ну ведь все любят детей, дворы свои любят, будут красивые фоточки мэра с ленточкой на день города, например. И вот здесь посмотрели число дворов и площадь укладки покрытия, заказали площадки, поставили, оплатили, и только потом поняли, что они триумфально воткнули детскую площадку во двор студенческого общежития. Нет, в целом такой подъем демографии лучше всяких налогов и угроз. Но пользователи этой площадки появятся, скорее всего, когда эту площадку уже нужно будет менять. И вот так по бумагам и цифрам все отлично, а на деле пустая трата денег и времени. И эту историю можно продолжать бесконечно. Ну то есть как во время ремонта выкидывают помойку исторические артефакты, а потом делают копию из пластика. Или как сужают и так узкие тротуары убогими заборчиками. Или вот как в рамках озеленения вырубают почти все деревья. Короче, не каждое благоустройство — это благо. И тут мы возвращаемся в нижний, где осознали, что если не пытаться поменять весь асфальт города за один год, а изучать историю места и жителей, звать хороших специалистов, работать с людьми и просто иметь стратегию хотя бы на несколько лет вперед, то через то же благоустройство можно добиваться большего. Например, подчеркивать индивидуальность города, возвращать жителям утерянные любимые элементы и даже переоткрывать и перезапускать экономику города. То есть благоустройство — это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Ну и, конечно, самый кайф и вообще урбанистика второго человека — это как в Нижнем Новгороде чиновники вместе с горожанами и местными НКО развивают квартал трех светителей. Мне кажется, это вообще лучшая на сегодняшний день практика в России. Раньше подобное я встречал только в Европе. И да, если не понимаете о чем, я напомню, у меня были ролики, то есть и про массовые обновления Нижнего, как восстанавливают некоторые места или открывают закрытые районы, в том числе про квартал трех светителей, про все про это были ролики, оставлю ссылку на них в описании. Посмотрите, там правда есть чему получиться. Подозреваю, что после этих слов в комментарии пришли жители Нижнего Новгорода и стали писать, что Аркадий, кто тебе сколько заплатил? У нас все плохо. Типа парк Швейцария сильно пострадал во время благоустройства, центр города стал филиалом москвичей в Замкаде и все очень дорого. И вообще есть множество других проблем. И я с этим не буду спорить. Более того, про бесполезность нового и очень дорогого фуникулера я даже писал себе в Телеграме. Но если сравнивать, как обычно делают в России и как делают в Нижнем, то в Нижнем действительно прыгнули выше головы, делая город чуть более системно и вдумчиво. Поверьте, я повидал многое, и Нижнему тут есть чем гордиться. А главное, что это заслуга не каких-то дорогих, иногородних или иностранных бюро. Все это делает местная команда. Собрать такое в принципе очень сложно, а после 2024 года почти нереально. Поэтому действительно у Нижнего есть чему получиться. Напоследок хотелось бы поговорить про неочевидную для многих, но крайне важную деталь города для людей. Это как сами жители делают свой город классным. И так как политическая жизнь и активизм у нас вот все это кастрировано, и влиять на общую политику города почти невозможно, и те же самые мэры не избираются, а по сути работают на губернаторов, а губернаторы работают на Москву, то в такой ситуации у горожан остается вариант развивать городскую культуру по сути только через бизнес. Ну то есть бары, кофейни, магазины, рестораны и так далее. Это все важно не только с точки зрения возможности купить домой телевизор, сколько с точки зрения возможности выбора своего досуга и поиска друзей по интересам. Например, в магазинах комиксов обычно проводят вечера на столок, в барах лекции, а в ресторанах люди не столько едят, сколько общаются с друзьями или даже проводят бизнес-встречи. Особенно это важно в России, где вообще-то холодные зимы и обычные парки до набережной несколько месяцев в году по естественным причинам менее комфортны. Но людям же нужно иметь возможность общаться все 365 дней в году, поэтому именно бизнес оживляет город в любую погоду, даже зимой. И тут у меня на самом деле аж два города, которые я люблю приводить всем в пример. Первый это Петербург и его барная культура. Ну то есть в годы мирной России этот бренд продвигал город далеко за пределами страны вообще-то. И да, важная ремарка. Пить плохо. Не пейте. Вас вообще никто не заставляет пить, и в любом баре уже давным-давно есть безалкогольные напитки. Но в целом, раз уж люди пьют последнюю пару тысяч лет, то пусть это лучше будет культура социализации в приятном месте и под присмотром персонала бара, чем люди будут просто нажраться в одиночестве перед телевизором или в подъезде. Вообще, на мой взгляд, проблема не столько в барах и алкоголе, сколько в бытовом алкоголизме. Ну то есть это разные вещи вообще-то. И проблема, когда в спальных районах через каждую дверь идет алкомаркет, а не в том, что в городе есть бары и люди иногда выпивают алкоголь в компании хороших друзей. Второй же город, это мой родной Красноярск, где за 30 лет зародилась и здравствует ресторанная культура. Ну то есть, можно сказать, я был свидетелем-современником всего этого, но как все вышло? Тут сформировалось несколько холдингов, и в конкуренции солжился уникальный для России формат крутых и при этом доступных заведений. Мне кажется, тут каждый день в течение месяца можно ходить в разные места, везде будет хорошо и необычно, и вы ни разу не посетите одно место дважды. И это я, если что, пускаю столовые и сетевые заведения. Такое разнообразие сформировало у жителей привычку есть не дома и социализироваться. Вообще напомню, что город здорового человека как раз соединяет разных людей в одном месте, в этом силу успешных городов. Вместе с этим в Красноярске потянулась и сфера образования, потому что бизнес открыл факультеты профессиональной подготовки сотрудников для своей же отрасли. Если что, такого нет почти ни в одном городе страны, и поэтому в Красноярск отправляют на обучение при подготовке людей со всей России. А еще это рабочие места, налоги и вообще сервисная экономика города так-то. И это все в том числе подстегнуло развитие еще и местного фермерства, спрос на дизайнеров и многие-многие другие смежные отрасли вплоть до производителей мебели. Такая вот городская культура и экономика здорового человека. Что ж, каким вот получился мой лично топ? Во-первых, из актуальных проблем наших городов, а во-вторых, из тех, у кого есть чему поучиться. Само собой это верхушка айсберга, и наверняка вы сможете дополнить мой список в комментариях. Мне остальным будет интересно его прочитать. Плюс этот список — это ответ на вопрос, почему я во многих роликах ссылаюсь на те или иные города. Просто я убежден, что нужно учиться у лучших, а не оправдывать продак тем, что у кого-то все еще хуже. Банально, но надеюсь, вы согласитесь с этим и поддержите ролик лайком и репостом. Плюс заглядывайте в описание, там ссылки на похожие ролики и мои соцсети. И, как обычно, я завершаю все свои видео. Любите города и до встречи в следующую субботу. Пока!